На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте! Очередной игровой день в чемпионате Беларуси по хоккею в экстралигии удачно сложился для нового главного тренера жлобинского металлурга Сергея Туртышного. Команда одержала первую победу под его руководством. Сталевары дома обыграли Лиду. Все голевые события в этом поединке уместились в заключительную десятиминутку второго периода. В течение пяти с небольшим минут хозяева создали необходимый для победы задел. В составе Сталеваров отличились Марченко, Черевач и Морщенок. Гости ответили точным выстрелом Ткачука. 3-1 победа металлурга. Завтра Сталевары играют с Неманом, который накануне гостил в Гомеле. И весьма успешно. Рыси были обыграны крупно. Боярчук дважды Кислый, Савинов и Крыскин сделали счет на табло 5-0 в пользу гостей. Завтра в Гомель наведается Лида. Шесть команд из Гомельской области в ближайшие выходные оспорят путевки в 1-8 финала Кубка Беларуси по мини-футболу. Два поединка с участием представителей нашего региона состоятся завтра. На Врагачеве местная дружина Гомель-Молоко сыграет с БЧ. Речицкий апгрейд ждет в гости лидера сильнейшего дивизиона чемпионата страны ВРЗ. 30 декабря в воскресенье еще одна речицкая команда «Сириус» также сыграет с представителем высшей лиги – Светлогорским ЦКК. Игра пройдет в Речице. В Гомеле прошел первый турнир по мини-футболу на Кубок начальника ОВД Гомельского облсполкома. Особенность соревнований в том, что участие принимали исключительно руководители подразделений. Всего за трофей боролись 10 команд. По итогам группового этапа определились полуфиналисты. Первую путевку в главный матч турнира оспаривали команды ОМОН и советского РОВД Гомеля. В серии пенальти победили сотрудники отряда милиции особого назначения. Во втором полуфинале дружина ОВД переиграла коллег из Хойникского РОВД. Поединок за трофей получился напряженным. Лишь в концовке футболисты управления внутренних дел сумели дожать соперника и вырвать победу. 2-1. В планах организаторов сделать турнир традиционным и расширить состав участников. Идея очень хорошая. Многие сотрудники поддержали ее, с удовольствием поддержали ее. Я надеюсь, она найдет свое дальнейшее продвижение и распространение. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.